В тот момент пожар начал разграться и возникло угроза обрушения конструкции. Сейчас уже появилась информация, что угрозных обрушений нет. И вот Алексей Кобелевской конструкции оказал, что действительно угрозных обрушений нет. И вокруг центра, вокруг центра Москва-7 сейчас напряжённое движение на третьем кольце, на набережной. И в Шмидовском проезде будет где-то перекрыто движение, перекрыт гублёр, и очень напряжённое движение от служников по внутренней стороне третьего кольца. И сейчас мы вам покажем как раз в момент, как Алексей Кобелев, который был в прямом деле, как его попросили очистить территорию, потому что возникла опасность обрушения конструкции. Прямо сейчас, когда происходит, угрозных обрушений, который приглашил его в конструкции полиции, несмотря на то, что мы в прямом деле, существует угрозное обрушение, и поэтому нас просто сейчас покинут, где-то территорию, где-то угрозные обрушения конструкции. Алексей Кобелев, почему вы не знаете, и почему мне придётся работать телевидиком. К сожалению, мы вынуждены заплатить это место. Сейчас мы забираем вещи. Для того, чтобы наоборот заплатить. Да, ради максимальной безопасности. Именно поэтому мы покидаем место. И вот сейчас подсквердилась информация, что площадь пожара будет в 300 квадратных метров. Об этом сообщается в случае право гарантии скоростно. Значит, очаг пожара проводится в 15-м этаже. Так что честично распространился. Именно сейчас в 60-м этаже 5-й этаже. И даже в целом, если вы не знаете, то есть, если на меня затягивали, то есть, в плане того, что дополнительные пожары, а дополнительные пожарные стволы. Но на внутренней стороне третьего конца обратно опалкивается в розыгры. В вертолёте, я напомню, в два раза больше вот многие как-либо не могут быть возглавляющие. Пламя тут, что играет, но разбирается с новой силой. И вот, по некоторым данным зарево пожара видно за несколько десятков километров от сети. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...